Деньги Также Мехвейрер 3050 и Порки Пик Для Супер Нинтендо I love you and it feels so cute Винни, Винни, куда мы идем? Я не Винни, и при чем вообще здесь Винни Пух? Ха-ха-ха, просто поросенок Порки из игры Порки Пик Очень допомнил мне пятачка из книги Винни Пух А мне кажется, он больше похож на Наф-Нафа из трех поросят Правда похож, очень похож Это, наверное, потому что Порки Пик собирательный поросячий образ Самое время на него взглянуть Кажется, запахло свежей поросякинкой Ты что имеешь в виду? Порки Пик фирменный персонаж студии Warner Brothers Он настоящая звезда мультипликационного кино Конечно же, как у всякой настоящей звезды У Порки очень тяжелая работа Постоянные съемки в мультфильмах Переполненных самыми невероятными приключениями Очень утомительное занятие И поэтому нет ничего удивительного в том, что Порки устал И попросился на каникулы Руководство студии пошло навстречу знаменитости И вот наш розовощекий друг отправляется в свой маленький уютный домик Провести целый месяц в сладостном безделье Все могло быть очень хорошо Порки отдохнул бы от тяжелых будней кинозвезды И с новыми силами вернулся к выполнению своих обязанностей Но тогда не было бы этой прекрасной игры Заколдованные каникулы Порки Пига Все началось с того, что в спокойные сны Поросенка о спелых желудях и солнечных полянках Врываются ужасные кошмары Но не зря наш герой прошел школу мультипликационных серий Он готов бороться за свой разум Порки начинает труднейший бой Чтобы вырваться из ужасных сновидений Порки придется пройти целых шесть уровней Напичканных разнообразными кошмарами и врагами В начале игры в боевом арсенале Поросенка только копытца Но этого вполне достаточно Редкий противник выдержит более одного-двух ударов Несмотря на то, что у Порки совсем не спортивная фигура Он очень ловко перепрыгивает все препятствия и ходит по натянутой проволоке На пути Поросенка встречается очень много вкусных вещей Пирожная корзинка Сотня таких корзинок дает дополнительную жизнь Кекс добавляет количество очков Сердце Может быть, не так вкусно, как пирожное Зато увеличивает на одно деление уровень здоровья Погода в течение похождения храброго поросенка Постоянно меняется То вдруг нависнет густой туман Или пройдет дождь Мы уверены, что приключения Порки Пига Никого не оставят равнодушными Помните, что только с вашей помощью ему удастся вырваться из страшного мира кошмарных сновидений Андрей, ты знаешь, мне показалось, что Порки Пиг ведет себя немного по-свински Но ведь он ведет себя как порядочный поросенок Я бы даже сказал, как порядочная свинья Мне страшно Ты что, Семен? Я поиграл в игру Примал Рейдж и потерял покой и сон И что же тебя испугало? Закат человеческой цивилизации Да ты что, ведь это всего-навсего игра Да еще к тому же такая захватывающая Да История игры Примал Рейдж действительно может показаться ужасной Много миллионов лет тому назад землей правили жестокие боги Принимая материальную форму, они сражались за безграничную власть над планетой После одной из таких войн, получившей название Мезозойской Их мощь ослабла, чем и воспользовался великий маг параллельного измерения Балсапас Он положил конец владычеству богов-чудовищ, заточив их в магическом плену На земле стала развиваться человеческая цивилизация Но однажды произошла ужасная катастрофа Земля столкнулась с огромным метеоритом Катаклизм разрушил города, изменил карту планеты И вернул жизни поверженных богов Освободившись, они начали войну за владычество над новой землей Сейчас мы вам расскажем о персонажах игры Их всего 7 Поверженный динозавр желтого цвета Саурон Божество голода Чтобы сохранить бессмертие, он питается мясом людей Единственный путь Саурона к победе Это пожирание тел поверженных богов Саурона победил Дьявола Ужасный бог зла и насилия Все, что связано с темными силами, так или иначе связано с Дьяволом Он ненавидит людей, и его единственная цель – уничтожение Земли Если Дьявол победит, наша планета будет стерта в космическую пыль Он, безусловно, один из самых сильных противников А его владычество над огнем доставит много неприятных неожиданностей Сейчас Дьявол противостоит Талун После своего освобождения он стал главой одного могущественного клана рептилий Его основная задача – оградить от опасности членов своего клана Он ничего не имеет против выживших после катастрофы людей Его любимое развлечение – устроить охоту на человека без какой-либо надобности А только ради спортивного интереса Несмотря на небольшие размеры, Талун – опасный противник Он быстр и подвижен, а его когти необычайно остры В игре скрыто очень много секретных движений и ударов Вам предстоит немало потрудиться, чтобы их отыскать Также есть возможность атаковать врага серийными комбо-связками На смену побежденного Диабла пришел Армадон – бог-воин Он сражается ради самой битвы и имеет далеко идущих планов Помимо четырех представленных нами персонажей, есть еще три Динозавр Вертига – последний из богов, принявший форму рептилии Близзард и Хаос – эти боги приняли форму огромных человекообразных обезьян Близзард – древнейшее божество, источник мощи которого скрывается в его животном духе Хаос – наиболее человечный из богов, вступивших в битву В случае его победы племена поклоняющиеся ему ждет процветания Если ты чувствуешь в себе силу начать бой с ужасными богами Картридж Примал Рейдж создан для тебя Одумайтесь, люди, пока не поздно Посмотрите, куда катится наш мир Покайтесь публично И тогда, во второй серии игры Примал Рейдж Которая, наверное, уже не за горами Вместо ужасных чудовищ будут сражаться мотыльки, бабочки и божьи коровки Журнал «Денди. Новая реальность» – путеводитель по играм Это как большая энциклопедия, где важен каждый том Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра Четыре тома у меня уже есть Я уверен, что не осталось ни одного владельца Супер Нинтендо Кто не захотел бы приобрести себе картридж с игрой Mortal Kombat 3 Теперь настало время владельцев приставки Game Boy У вас появилась реальная возможность сразиться с пришельцами из внешнего мира Смертельный бой начался Те, кто хорошо знает оригинал игры Mortal Kombat 3 Будут приятно удивлены, увидев его геймбоевскую версию Вас встретят те же любимые персонажи, только будет их немного меньше Девять Это секретный агент Sony Blade Sub-Zero Преступник Кано Королева Сайндл Ее верная телохранительница Шива Кибернетические ниндзя Кайрекс и Сектор И Кабал Сохранилась возможность играть за неуловимого Смока Персонажи прорисованы очень тщательно Если бы не отсутствие цвета, они бы ничуть не отличались от нинтендовских оригиналов Кроме того, авторам этой удачной адаптации почти что удалось сохранить плавность движений бойцов А теперь самое главное Вы можете пользоваться всеми секретными приемами А в конце боя прикончить поверженного врага излюбленным в фаталите Сейчас наш любимец Кабал разделался с Кана и переходит к следующему сопернику Это красавица Sony Blade Да ты знаешь, Андрей, на мой взгляд, Mortal Kombat 3 — это практически совершеннейшая игра Но у нее все-таки есть один недостаток Да ты какой же? Мне обидно, что на пути к злодею Императору приходится сталкиваться и с положительными героями Почему бы им всем не объединиться перед лицом опасности? Мне, например, совсем не хочется обижать красотку Соню Она, по-моему, рассуждает иначе Стоит немного расслабиться, и Соня покажет тебе, как она относится к этому вопросу Mortal Kombat 3 всегда останется самим собой Величественная атмосфера борьбы за будущее Земли захватит вас и не выпустит ни на секунду Человечество ждет своих защитников Теперь я решил вести здоровый образ жизни Каждое утро бегают русцой А маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины Дэнди Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход метро — театральная ГУМ Я люблю тебя, и это выглядит так хорошо Интересно, как будут выглядеть войны в 3050 году? Да и вообще, останутся ли они к тому времени? Остаться-то они, к сожалению, останутся А вот выглядеть будут совершенно иначе Канут в прошлое многочисленные армии и танковые сражения На смену им придут механические монстры Воины 3050 года А откуда ты знаешь? Все очень просто Я поиграл в игру Мехвариор 3050 Для успешного завершения игры Следует выполнить несколько боевых миссий На принадлежащих противнику планетах Ты — пилот сверхмощного ультрасовременного робота Модели «Дикий кот» Тебя направляют на передовую Где ты получаешь прекрасный шанс покрыть себя славой Либо погибнуть под градом вражеских пуль и снарядов «Дикий кот» имеет три огневые точки Для тяжелого, основного и тактического вооружения Каждая из которых, в свою очередь, делится еще на три вида Мой любимый набор — самонаводящиеся ракеты «Стрела-5» Крупнокалиберный пулемет и ракеты «Вихрь» Первую боевую миссию можно условно разделить на несколько этапов Прежде всего вам нужно подавить воздушную оборону противника Путем уничтожения радаров, расположенных в юго-восточном секторе базы Также подлежит уничтожению скопления ангаров Во-вторых, надо разрушить несколько танковых заводов Постоянно пополняющих наземные силы врага На третьем этапе вам предстоит взломать энергетическую защиту командного центра Разрушить его и подобрать на борт освобожденного офицера вооруженных сил земли Это и есть основная цель вашей первой миссии Остерегайтесь боевых роботов противника На первых уровнях игры они гораздо слабее вашего дикого кота Но все равно представляют из себя большую опасность своей подвижности и основной мощи Намного больше, чем у других наземных сил врага Старайтесь расстреливать их, находясь в постоянном движении Это позволит избегать ответного огня Уничтожьте энергетические башни, питающие защиту командного центра Уничтожьте их все, и нужный вам пленник сможет бежать Роботы-охранники будут появляться снова и снова Пока вы не уничтожите все вражеские заводы, расположенные на территории базы Надо сказать, что разрушение зданий приносит большую пользу На их руинах вас могут поджидать приятные сюрпризы Основная задача второй миссии Воспрепятствовать запуску с планеты грузового корабля Несущего на борту ценные, стратегически важные для противника минералы Для этого вам необходимо разрушить две стартовые площадки Запуск грузового лайнера запланирован на определенное время Чтобы он не состоялся, стартовые площадки должны быть уничтожены за 160 секунд Обратный отчет времени показан в правом верхнем углу игрового экрана Дикий код оснащен чувствительным радаром Пользуйтесь им почаще, нажимая кнопку старт Цель будет отмечена на экране радара в пунктирной линии А вот и первая стартовая площадка Ракеты в вихре разнесут ее в пыль Для уничтожения второй у нас остается только 13 секунд Но мы не привыкли отступать Цель уничтожена Ну, ты убедился, что один в поле воин? Да я и не сомневался А если вы еще не убедились в этом То сами сыграйте в игру Мехвариор 3050 Тут какой-то старичок-паучок Нашу муху в уголок-поволок Что, сынок, испугался? Конечно, испугался А ты не бойся, не бойся На самом деле не все пауки страшные, мохнатые и противные Есть один добрый, смелый человек-паук Для любителей полистать комиксы Имя Спайдермен говорит о многом Этот знаменитый супергерой Заклятый враг зла и несправедливости Стоит в одном ряду с такими всемирно известными Блюстителями порядка, как Бэтмен и Супермен Если же вам надоело быть пассивным наблюдателем Отложите в сторону засмотренный комикс Возьмите картридж с игрой Спайдермен Вставьте его в свою игровую приставку И вы почувствуете себя Главным героем всех приключений О которых недавно читали И теперь уже от вас будет зависеть Сумеет ли человек-паук достойно Перенести выпавшие на его долю испытания Выстоять на протяжении многочисленных уровней игры И покарать главного злодея Задача эта, поверьте мне, очень сложная Сложная, но вполне выполнимая Благодаря некоторым способностям героя Которые кажутся чуть ли не безграничными Ему под силу совершать длинные и очень высокие прыжки Карабкаться по стенам и гладким столбам А удары человека-паука настолько сильны Что буквально разносят противника в клочья Действия игры происходят на фоне различных Очень хорошо прорисованных пейзажей Это улицы города, подземные сооружения Секретные лаборатории Все эти области витком набиты вооруженными охранниками Каждый из которых мечтает отправить нашего героя на тот свет Нужно действовать очень аккуратно Стараясь не подставляться под пули Прыгнуть за спину врага и сразить его точным сильным ударом В некоторых местах придется потрудиться даже с закаленным бояк-геймером Вот эта схватка с огненным человеком потребует от вас максимального внимания и осторожности Если вы увидите паука, поднимающегося по паутине Это к хорошей новости Ага, а если опускающегося, то к плохой? Остается пожелать вам, ребята, чтобы в вашей жизни были только хорошие новости Такие, как появление в магазинах Денди прекрасной игры Человек-паук Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов Репортаж о предварительных играх этого турнира Как уже ранее сообщалось, проходит открытый чемпионат по игре Killer Instinct для Super Nintendo Он начался с объявлений в прессе и по телевидению Сразу же после этого в магазин Денди на красной прессе 34 устремился поток желающих попасть на турнир В течение четырех дней записалось свыше 2200 человек Кто же является самыми популярными персонажами в Killer Instinct? Первое место держит Синдер 448 человек Второй по популярности восставший из мертвых скелет Спайнал 384 фэна Количество записавшихся на него не сказалось на качестве игры За одним исключением, о котором позже Мистический ниндзя Яга неожиданно оказался на третьем месте 224 человека Участие в чемпионате приняли Дудаев, Зюганов, Грачев, Абдулатипов На всякий случай далекая от политики фирма Денди Развела однофамильцев по разным парам И вылетев после первого-второго боя, Грачев и Дудаев так и не встретились Кстати, на турнире было несколько Горбачевых, Сергей Есенин и Вася Чапаев Плавились экраны телевизоров Дымились пальцы геймеров Атмосфера турнира накалялась по мере приближения к финальной части По условиям чемпионата только 10 счастливчиков попали в финал 30 марта начался второй этап Первый суперфиналист определился почти сразу Им оказался Эмил Караиванов Михаил Вологдин Биорхин занял второе место На третье прогресс Риптер Саша Татаев А железный фулгар Виктор Хмелик занял четвертое место Ну а суперфинал чемпионата будет проведен 7 апреля И в одной из наших следующих программ Вы увидите подробный отчет о финальных боях Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА